Люди и девушки меня, но мы влюбляемся, люди, чего-то стали каждый раз, и вот они идут, и сейчас. Экспонаты выставки от граммофона до магнитофона «Вера и Правда» служили нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Граммофоны и патефоны, радиолы и приемники, транзисторы и кассетные магнитофоны. Звуковая производящая техника прошла долгий путь длиной в 130 лет и была в самые радостные и самые грустные моменты жизни людей, как и самый старейший экспонат – графонола конца 19 века. Нам интересно показывать историю техники. И у нас сегодня, я бы сказала, такая народная выставка, потому что у нас ни один, ни два участника, у нас их больше 10, 11 или даже 12, я еще не посчитала. Есть такие экспонаты, которые привезли к нам из-под Кубрина, из-под Каменца, еще со времен войны, которые остались, спасли от чердачно-такого гаражного хранения, что называется. Выставку, а набралось порядка 40 экземпляров звукотехники, собирали по крупицам. Раритеты, а для кого-то еще и семейные реликвии, предоставили любители истории Сергей Гринь и Олег Малейко, благотворители фонд «Фортификация Бреста», а также жители города над Богом и Каменца. Самой представительной стала экспозиция музея «Брест-театральный». Техника не стоит на месте, и по этой технике можно представить, как развивалось человечество, как развивалась творческая или техническая мысль любого изобретателя. И, как правило, это всегда связано именно с какими-то историческими событиями. То есть просто так не может человек изобрести. Обычно психологи считают, что любое изобретение появляется тогда, не потому что в нем появилась необходимость, а когда человеку просто стало тяжело жить, и он придумывает себе, чтобы что-то облегчить жизнь. Я люблю вообще выставки делать, которые идут в развитие. То есть от начала, ну кроме того, чтобы от первого бытного строя, вообще от первого изобретения и до сегодняшнего дня. Тогда можно проследить и развитие технического прогресса. Плюс можно проследить историю страны, потому что, опять-таки, любой предмет, он связан всегда с какими-то эпохальными событиями. К слову, ценители ретро считают, что современной техникой такого объемного и живого звука, как был у граммофона и патефона, добиться невозможно. А некоторые меломаны утверждают, что в пластинках живет душа музыканта, и легкие изъяны придают виниловым дискам особое очарование. Брестский краевед Сергей Гринь назвал выставку душевной, потому что для него она ностальгическая. Сергей своими руками восстанавливает старинные экземпляры и хорошо разбирается в музыке. Когда сказать про экспонаты сегодняшней выставы, то самое интересное, мне больше подобается, что это швейцарский банофон. По-первых, потому что он в Европе, там изроблено, не так и по-советски, а видать, что это с душой изроблено. Ну и он был таким вельми страшным станем, и теперь он в рае так приемно. Еще одна особенность выставки – подборка литературы по теме. Например, как выглядел первый патент Томаса Эдисона, или как работали музыкальные пираты в Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века. Прикоснуться к музыкальной истории можно до 20-го декабря.